давайте посмотрим какая фотография у нас получится сегодня после обработки друзья всем огромный привет рад приветствовать на своем канале сегодня у нас вертикальное видео по размеру экранов ваших телефонов а это значит что сегодня у нас мобильная обработка в этом видео мы будем с вами работать в мобильном lightroom и в снапсид научимся мы с вами из желтого некрасивого асфальта получать черный красивый брутальный асфальт также научимся с вами работать в этом видео с масками снапсид я вам покажу еще один метод тонировки кривыми в снапсид и если у вас нет похожей фотографии вы можете скачать мой снимок в описании к этому видео по ссылочке и присоединиться к обработке вместе со мной ну а мы не будем терять времени поехали а да не забудь подписаться потому что впереди тебя ждет много интересных и полезных видео уроков по крутой мобильной обработки и так начали открываем нашу фотографию в lightroom и так друзья первым делом проходим в панель свет сделаем нашу фотографию немного посветлее добавим экспозиции светлые области уберем влево для того чтобы проявить информацию в светлых участках фотографии от тени поднимем давайте сразу на 100 для того чтобы добавить информации в тенях давайте теперь заглянем в кривую добавим контрастности нашему изображению выберем канал rgb потянем вот эту точку немного вниз а среднюю вернем на место теперь самую левую нижнюю точку слегка поднимем вверх закрепим точку в светлых участках вот здесь и самую крайнюю правую точку так называемую белую опустим немного ниже давайте среднюю точку который отвечает за средний тона чуть-чуть опустим вниз и вот эту пожалуй еще немного тоже вниз отлично вот такое замечательное у нас изображение пока получилось кликаем готово теперь давайте посмотрим белый уведем немного влево а черные прям чуть-чуть немного вправо и еще пожалуй я добавлю контрастности этому изображению переходим в панель цвет теперь нам нужно выполнить цветокоррекцию этого изображения переходим смешение цветов смотрим красный красный у нас на фонарях автомобилей сделаем его немного потеплее переведем на плюс 20 оттенок далее идем в оранжевый оранжевый у нас на фонарях на здании в отражении и так кое-где на одежде людей сделаем его более красивым персиковым переведем где-то на минус 39 минус 40 идем в желтый цвет оттенок желтого цвета переведем ближе к оранжевым примерно где-то она минус 65 на минус 70 насыщенный желтого увидим в минус 33 зеленого у нас тут я не вижу давайте убавим насыщенность чтобы если есть какие-то артефакты чтобы они не вылезли и сделаем его потеплее на минус 46 аквамарин переведем в сторону синих примерно на плюс 45 насыщенность слегка убавим минус 34 синие переведем в сторону аквамарина сделаем его более красивым давайте наверное где-то вот так примерно на минус 60 насыщенность насыщенность слегка убавим фиолетовый оттенок переведем в сторону сильных примерно на минус 50 насыщенность добавим я просто хочу ленточки сделать не фиолетовые а такие синие не так кажется более гармонично смотрится на автомобиле даже можно посильнее минус 58 можно сделать чуть-чуть понасыщеннее плюс 19 плюс 20 переходим в малиновый цвет малиновый оттенок переведем сторону красного примерно на 40 42 в моем случае слегка добавим насыщенность это у нас свадебный букет на автомобиле кликаем готова и так единственное чтобы я здесь еще добавил наверное немного яркости добавим еще немножко экспозиции буквально пару кликов у меня значение получается 0,40 все отлично сохраняем нашу фотографию и открываем ее снапсид итак друзья мы открыли фотографию в снапсид идем в инструменты выбираем инструмент эффект hdr я выбираю параметр сильный идем в настройки друзья многие из вас видят в инстаграме вот такие вот фотографии но это честно говоря никуда не годится что это за извините за порнография поэтому давайте мы с вами посмотрим фильтр от 0 до 100 и выберем такое значение которое оставляет изображение на нашем снимке более реалистичным то есть в моем случае это где-то 20 итак фильтр hdr плюс 20 здесь больше мы ничего не трогаем кликаем галочку далее идем в инструменты выбираем инструмент блеск софита фотографию я сделать хочу слегка потеплее я выбираю 5 инструмент но здесь я тепло уменьшу вот примерно до такого значения плюс 10 насыщенности добавлю примерно плюс 10 а сам эффект то есть сияние пожалуй даже добавлю плюс 52 кликаю галочку далее идем опять в инструменты идем в резкость резкость трогать не будем поработаем со структурой это добавит текстурки в наше изображение плюс 45 я думаю будет достаточно кликаем галочку теперь друзья смотрите какой у нас стал желтый и некрасивый асфальт что же с этим делать все очень просто идем в инструменты выбираем фильтр чб здесь смотрим чтобы у вас стоял оригинал далее переходим сюда в каналы и здесь мы видим каналы при котором черно-белый имеет различные оттенки выбираем тот канал при котором наш асфальт имеет наиболее глубокий черный красивый цвет то есть в моем случае мне кажется это синий канал отлично это еще не все идем в настройки убавим яркость где-то примерно на минус 8 и чуть-чуть добавим контраста примерно где-то плюс 5 яркость минус 6 слишком много сделаю минус 4 отлично кликаем галочку далее друзья нам нужно вернуть цвет всему изображению кроме асфальта поэтому ведем наш пальчик или стилу сверх видим здесь вот такой значок слои со стрелками кликаем на него выбираем посмотреть изменения кликаем на слой чб выбираем кисть теперь друзья нам нужно убрать желтизну с асфальта и для того чтобы работать более ювелирно можно кликнуть вот сюда на глазик и мы видим как у нас накладывается маска маска накладывается как раз в том случае где у нас маска отображается там где у нас черно-белый асфальт из желтого превращается в черно-белый итак друзья для более тонкой работы увеличиваем изображение ничего страшного если вы залезете на какой-то объект сейчас мы все это с вами поправим первый раз можно делать достаточно грубо в чем преимущество работы с масками смотрите друзья я вот здесь вот залез на диск автомобиля я этот а грех сразу увидел поэтому я могу тут же выбрать вот здесь значение 0 и убрать это дело если вы не включите маску не нажмете глазик то вы просто этого не заметите и можете упустить и потом это только проявится когда вы опубликуете фотографию возвращаем назад значение 100 итак друзья мы наложили с вами вот эту красную масочку в том месте где виднеется асфальт смотрим чтобы у вас здесь стояла значение 0 увеличиваем изображение и очищаем аккуратно те места где мы хотим сохранить цвет чем больше вы делаете изображение тем более резкими границы вашей маски не забывайте про это итак друзья мы проработали с вами то место где у нас виднеется асфальт все кликаем галочку вот такое замечательное изображение мы с вами получили но это еще не все теперь нам нужно нажать сверху на стрелочку слева давайте посмотрим какое изображение было какое стало отлично но это еще не все немного неестественно смотрится асфальт когда он черно-белый а все изображение цветное поэтому давайте мы с вами сейчас при помощи кривых затонируем наше изображение целиком том числе конечно же и асфальт и так идем в инструменты выбираем кривые идем в канал и выбираем красный канал самую нижнюю точку подвинем примерно вот на такое расстояние и как вы видите наше изображение окрасилась слегка в аквамариновый цвет особенно темные места далее переходим следующий канал в зеленый зеленый канал у нас дает фиолетовые оттенки но для того чтобы получить красивые тени нам необходимо также зеленый канал самую нижнюю точку подвинуть но на расстояние примерно между белой линии rgb который идет ровно по диагонали и линии красного канала вот примерно вот так мы получаем красивый черный цвет но это еще не все переходим в синий канал теперь нам нужно также нижнюю точку подвинуть практически до линии красного канала но чтобы линия красного канала оставалась еще видно примерно вот так и теперь именно и только в синем канале мы возьмем среднюю точку и поднимем ее немного вверх но не на самый центр на самый центр а чуть немного чуть чуть пониже примерно вот так кликаем галочку теперь мы получили более благородные черные оттенки но это еще не все нам необходимо инструменты добавить винтаж выбрать 12 фильтр зайти в настройки виндетирование полностью убрать в ноль отрегулировать яркость стиля я его поставлю пожалуй где-то на плюс 30 кликаю галочку перехожу наверх слои со стрелкой выбираю посмотреть изменения кликаю на синий слой винтаж выбираю кисть поставлю значение 100 глазик можно убрать и слегка можно пройтись по светлым участкам асфальта также можно пройтись по другим темным участкам если вы хотите посмотреть какой эффект накладывает ваш последний слой вы всегда можете выйти назад слои и кликнуть на предыдущую обработку кривые винтаж как вы видите в этом случае наш асфальт стал немного темнее и еще красивее так возвращаемся назад итак друзья нам осталось последняя обработка теперь мы поработаем с кистями поработаем локально с контрастом с насыщенностью из экспозиции так идем инструменты выбираем инструмент кисть выбираем давайте для начала насыщенность насыщенность поставим 10 сделаем понасыщение противотуманки на автомобиле теперь поставим насыщенность 5 поработаем с букетом и с лентой также делаем понасыщение фары оранжевый блик в окне давайте тоже сделаем по насыщение и в тех местах где вам нравится вы можете добавить немного эффекта насыщенности так теперь кликаем еще раз на кисти выбираем экспозиция выбираем значение 07 сделаем посветлее фары в тех местах где они светят если вы залезли на край изображения где эффекта применять не нужно выбираем ластик и почищаем отлично теперь выберем значение 03 осветлим диски автомобиля теперь идем еще раз кисть выбираем dodge and burn выбираем значение 5 и пройдемся по всему автомобилю чтобы сделать его слегка посветлее также вы можете нажать глазик и посмотреть где работает ваша кисточка кликаем галочку идем в инструменты теперь мы на финише нам осталось только сделать финальную обработку изображения я хочу немного повысить тени убавить светлые участки видите у нас небо сразу заиграла теперь переходим световой баланс и найдем то значение при котором переходы от темных светлым участкам не такие явные в такой достаточно умеренный контраст все друзья кликаем готова теперь нам осталось изображение только опубликовать в наших любимых соц сетях и сорвать кучу лайков а на этом друзья все если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь потому что впереди вас ждет очень много интересного и полезного обработки фотографий не забудьте поставить лайк поделиться этим видео уроком со своими друзьями в соц сетях если вы впервые на моем канале не забудьте заглянуть в мой инстаграм описание будет по ссылке под видео подпишитесь и в подарок заберите пак из бесплатных 20 замечательных классных пресетов также заглядывайте в чат telegram канала ссылочка будет также в описании под видео там всегда интересное живое обсуждение всего того что связано с фотографией на этом друзья все желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok